С работой Золотые Орлы по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С вами снова Крюга ТВ И сегодня мы поговорим о П-40 Это средний танк Италии, находящийся на боевом рейтинге 3.3 Есть у него брат-близнец, премиумный П-40 Лиончелло, о котором мы давным-давно говорили Почему бы не обновить обзор на данную технику, учитывая, что вышла регулярная ветка? Ну и, соответственно, можно рассказать об этой машине еще раз В реалиях наполненности рандома итальянскими танками Ведь Италия воюет за страны оси И часто мы встречаемся в бою не вот там строй Лиончелло на строй 34, а как-то вперемешку Ну и, само собой, там бывают и Америкосы, и все-все-все Так вот, давайте разбираться Начнем, естественно, по порядку Но прежде чем разговаривать о характеристиках данной машины и о том, как она чувствует себя в рандоме Не забудьте проявить активность на канале Это позволяет ему развиваться и выходить выше в топ Ну и для меня ваши лайки, подписки и комментарии Это то самое небольшое, что является показателем активности И показателем того, что мой контент находит отклику зрителя Ну что ж, благодарю за внимание и спасибо за понимание А теперь немного о П-40 Лиончелло Я на нем покатал, естественно, более плотно И несколько пересмотрел свои взгляды с предыдущего видео Здесь, по крайней мере, об орудии есть что сказать Это 75-мм пушка Ансальдо 75Л34 И знаете что? У меня возникают сразу некоторые вопросы Поскольку есть такая САУ на том же самом боевом рейтинге 3.3 75-34М42 У которой вы, наверное, не поверите Но орудие практически один в один с нашим И есть только один вопрос А почему у них одинаковый боевой рейтинг? У нас танк с бронированием абсолютно таким же, как там ТАСАУ Ну плюс-минус Разницы особо никакой У нас есть башня, там башни нет Но боевой рейтинг один и тот же Это странно То есть это из серии того, что почему-то в ветке Германии Штук с 75-мм находится на 3.7 А пазик Ф-2 с той же 75-мм длинноствольной на 3.3 Непонятная история, но нас это минимально волнует в данный момент Касаемо орудия П-40 Здесь следующая рекомендация У нас изначально доступны только бронебойные каморные снаряды Они в целом были бы неплохим подспорьем в уничтожении врага Если бы не одно но Это их пробитие 75 мм в упор и 66 мм на 500 метрах Это недостаточно для того, чтобы активно и удобно бороться с противником На нашем боевом рейтинге Учитывая то, что П-40 машина довольно небыстрая Скажем прямо об этом чуть позже Нам приходится часто сталкиваться с тяжелыми танками Мы не успеваем на разъезды каких-то быстрых агрегатов Ну и встречаем бронированных противников Даже в принципе, если вы половину врагов пробиваете ББшками Не значит, что остальную вы ими сможете так же легко уничтожать А выцеливать на этом танке, поверьте, неудобно Но в целом, если не брать в расчет пробития, то снаряды неплохие Они довольно нормальную имеют баллистику 624 метра в секунду летят они И масса взрывчатки в них 270 грамм Конечно, абсолютно не верю, что, ну, заброневое там будет лучше, чем у снарядов ИСА Поскольку калибр 75 мм, а вы знаете, как у нас все это дело работает и настраивается Но урон от них достаточно неплохой А вот дальше идет тот самый снаряд, который я рекомендую брать на постоянку Его единственный минус в том, что это кумулятив И взводится он у кусты, деревья, заборчики и прочее-прочее То есть нужно загружать основной боекомплект из кумулятивов И на случай каких-то легких сетапов, если вы попали в топ И попали на карту, где нет так много деревьев Можно брать каморники Кумулятивы же прекрасно подойдут как основной снаряд Потому что имеют 100 мм пробития на любой дистанции Масса взрывчатки у них 500 грамм, хотя для нас это не так интересно И начальная скорость полета 550 метров в секунду То есть по баллистике все не так плохо Конечно, не особо лазерган, пушка Но попадать на дистанции в километр и даже более В целом вполне себе возможно И главное, что урон от данных кумулятивов довольно неплохой Есть только одна проблема 100 мм пробития Это даже не совсем проблема Просто это немножко не то чтобы даже скиллозависимо Ну нужно думать, куда стреляешь Попадаешь в лючок 34-ки, ты ее не пробиваешь И очень часто любят жрать какие-то непонятные навесные траки Приборы наблюдения, эти кумулятивы То есть нужно просто аккуратнее выбирать место, куда вы попадаете И тогда противника, скорее всего, вы, если и не убьете То очень серьезно повредите Урон у данной кумулятивной струи хороший Если вы пускаете этот снаряд в лоб танка, например, 34-ки То это, скорее всего, ваншот Если в борт, то, понятное дело, там минус 2-3 члена экипажа В зависимости от того, куда попали Ну и вторым выстрелом вы ее добиваете А есть один немаловажный плюс у данной пушки Это скорострельность Перезарядка у нас на экспертах 5,3 секунды Это быстрее, чем у наших конкурентов Ну и, соответственно, мы можем реализовать данные кумулятивы А учитывая пробитие в 100 мм Мы можем использовать их как основные И не переживать по поводу, там, КВ-шек И вот этого всего, что может встретиться в бою Короче, кумулятивный танк Неприятный танк на боевом рейтинге 3,3 Вам нужно соблюдать всего пару простых правил Ну, не стрелять через кусты, заборы и вот это все И по навесному оборудованию тоже Что касается остальных характеристик орудия То они тоже довольно выразительны Это углы наводки от минус 10 до 23 градусов, что неплохо И скорость наведения в 13 градусов в секунду Это не то чтобы супер быстро, но более-менее достаточно Касаемо бронирования данной машины Я на нем зацикливаться и останавливаться не буду Потому что, ну, его как такового особо и нет Если вкратце, то лоб у нас 50 или 45 мм Борта у нас 40 мм или 45, верхняя часть Ну и корма тоже 40 мм Башня 45 Ничего интересного, везде плюс-минус одно и то же И пробивается это на нашем боевом рейтинге, к сожалению, всеми Даже несмотря на небольшие наклоны Там может быть приведенки от 65 там до 70 мм В некоторых местах меньше наклона В некоторых его вообще нет Типа как во лбу башни И туда залетает, естественно, без проблем Даже при попытке доворачивать Скорее всего вас пробивают И причем, знаете, в чем проблема? Если вы попытаетесь довернуть То 34-ки очень любят стрелять вам в нижнюю часть корпуса Под большим углом Там 40 мм брони И снаряды вполне себе пробивают эту броню У них-то что-то около 90 мм пробоя И вам никак не танкануть А у нас там, за бортом в нижней части Находится боеукладка Ну и, естественно, вы сделаете большой бум моментально Касаемо внутренней компоновки Тут у нас 4 члена экипажа Двое в корпусе, двое в башне Живучесть не ахти какая Но в целом иногда нам везет Но так как очень много каморных снарядов Зачастую ловим именно ваншоты Плюс взрывающаяся боеукладка Короче, по бронированию и живучести Вообще ничем мы не выделяемся Это такая едва-едва троечка из пяти Но единственное, что где-то что-то подтанковать можно Но очень сильно зависит от противника Встретишь какой-нибудь КВС L11 Да, на боевом рейтинге 2.7 Ну, тоже подтанковываешь На своем БР и выше уже не особо А касаемо подвижности Все не очень хорошо у нас 330 лошадей на 26 тонн Дает нам, конечно, больше 10 лошадок Там около 12 Но, видимо, национальная такая Реализация особенностей трансмиссии И в отличие от пазика Мы, по-моему, передвигаемся Чуть более слоупочно Это касается динамики разгона, скорее И поворота на месте П-40, короче, вальяжная машина Без какого-либо особого бронирования С максималкой в 40 То есть типичный такой средний танк Который, типа, почти тяжелый И нормальным орудием Но на кумулятивах Которые требуют некоторого рода Хотя бы подумать, куда стрелять Зачем стрелять И тогда вы будете свою цель Спокойно уничтожать П-40 на 3.3 смотрится классно Ну, то есть ему действительно здесь есть место Это раз А во-вторых, под него собирается сетап Более-менее нормально Это та же самая самоходка И, например, ЗСУ Р-3 Т-20 О которой мы когда-нибудь поговорим позже Ну, или можно самолет какой-нибудь воткнуть Например, тот же самый ИАР Или Хэншель Если вдруг вам он нужен зачем-то был Поэтому П-40 прям хорошо сюда вписывается Рабочая такая лошадка Абсолютно ни рыба, ни мясо Но в данном случае это неплохо У него есть выразительная пушка Все остальное, хоть и довольно невнятное Медленное и туда-сюда сделанное Оно хотя бы не мешает играть Единственное, что с раскачкой иногда Не очень удобно происходит Но тут уже ничего не поделаешь Нет у нас никаких ни стабилизаторов Ни плечевых упоров Ну и ладно Фиг бы с ним А как играть на П-40? Я думаю, вполне себе очевидно В идеале подбираться поближе к противнику Если вы будете подбираться ближе Вам банально проще будет по нему выстрелить Попасть Ну и естественно пробить туда Куда вы планировали ему выстрелить Те же 34-ки на дистанции Конечно вас могут не пробить Там в километра полтора Но и вы собственно по ним будете стрелять Устреляетесь там А уж не дай бог какие-нибудь КВшки Конечно кумули не теряют пробития Но там вопрос уже именно вот в попасть Баллистика все-таки не настолько прям идеальная Поэтому держим среднюю дистанцию Не принимаем на себя главное удар Потому что ну П-40 ловят снаряды любые И как я и сказал Только на БР-27 где-то что-то как-то можно танкануть Или около того А на нашем и выше уже никак Поэтому держимся за спиной более бронированного союзника Если возможно Если невозможно То возникают сложности Ибо из кустов не покрисядничать Потому что кумулятивы Они банально не будут попадать по противнику Взводясь в этих самых кустах И тут придется как-то отыгрывать от местности Мне повезло если городской Вы выехали из-за дома Дали выстрел Там закатились обратно Хотя скорость заднего хода Всего 4 км в час И нужно об этом помнить Ну или как-то иначе отыгрывать Но на открытой местности П-40 чувствует себя определенно явно Хуже чем в городской Или какой-либо хотя бы холмистой Ведь есть углы наводки Есть хорошая скорость перезарядки Стоя себе донакидывая Особенно если дистанция позволяет Это метров там 500-1000 Можно разводить противника на выстрел И кумулями его закидывать Хотя в таком случае Опять же если вы не попадаете ему там Ровно в центр корпуса Стреляете там в башню Конечно и ваш шанс его сваншотить Будет не особо высокий Ни камеры, ни снаряды как ни крути Ну а на этом на сегодня все Надеюсь что данная машина придется вам по душе Если вы будете ее проходить А скорее всего так и будет И как по мне на боевом рейтинге 3.3 Это такая самая нормальная машина Италии Рабочая лошадка Которая у каждого в ангаре скорее всего будет Ну а на этом я буду с вами прощаться Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok